Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Большинство жителей Кирова удовлетворены состоянием дорог В совместном исследовании финансового университета и одной из страховых компаний Наш город набрал 62 балла из 100 возможных Для сравнения максимум 88 баллов продемонстрировал Грозный Также в список городов, жители которых довольны качеством автотрасс Попали набережные Челны, Саранск, Калуга, Магнитогорск и другие мегаполисы Хуже всего ситуацию с дорогами оценивают жители Костромы, Брянска, Архангельска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Ярославля Трасса 101 Верховный суд еще раз напомнил, что водители, движущиеся с нарушением правил, заведомо будут виноваты в ДТП Высшая судебная инстанция рассмотрела обстоятельства такой аварии Один автомобиль двигался по своей полосе и поворачивал налево Второй в этот момент его обгонял Первоначально суд признал неправым первого шофера Дескать, своим маневром он воспрепятствовал обгону Однако выяснилось, что обгон-то на том участке запрещен Таким образом, неправомерно признавать потерпевшими и других нарушителей Например, обочечников или тех, кто не увидел красный свет Трасса 101 В октябре звание самого покупаемого нового легкового автомобиля в России получила Lada Vesta Модель вышла в лидеры в конце лета этого года Сейчас ее начальный ценник на сайте АвтоВАЗа почти 800 тысяч рублей Второе место, по данным агентства Автостат, у Lada Granta от 560 тысяч Замыкает тройку лидеров Kia Rio Минимум почти 940 тысяч рублей В целом, по году первенство удерживает Granta Трасса 101 Все дорожает и гаражи тоже Они, по данным газета Руза, последний год прибавили в цене в среднем около 10% Показатель в два с лишним раза больше и продемонстрировала Москва В северных регионах страны, например, в Якутии и на Ямале Стоимость индивидуальных боксов сравнялась со стоимостью неплохих новых автомобилей Трасса 101 Спрос на электромобили в этом году в нашей стране вырос в два с лишним раза Всего с января наши соотечественники приобрели почти 900 зеленых авто Таким образом, электрокаров в России сейчас насчитывается где-то около 13 тысяч Конечно, цифра вызывает улыбку Но с какой серьезностью чиновники говорят о скором наступлении эры электрического транспорта Кстати, российское правительство подумывает об отказе от нулевой ввозной пошлины на электромобили На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова